Продолжая этот разговор, связанный со средствами художественной выразительности, я хотела бы показать еще одну серию изображений, в этот раз уже непосредственно на примере икон. Все прекрасно знают этот образ Христа из Синайского монастыря. И, конечно, такие выразительные и сохранные иконы копируют очень-очень часто. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу об вот этих уровнях рисования, что человек видит, когда он копирует. То есть нам кажется, что мы видим это прекрасное изображение, и мы можем нарисовать такое же изображение. Оно достаточно сохранное, все перед нами, у нас есть все инструменты. Но если мы не видим, как построен образ с художественной точки зрения, если мы не используем разные художественные приемы, которые использовал тот мастер, который писал эту икону, то получается очень часто такой результат. Может быть, даже эта копия была сделана по кальке, и с формальной точки зрения как будто бы все воспроизведено один в один. Но мы сразу видим это абсолютно два разных мира. Почему? Потому что, занимаясь воспроизведением, мастер перестал думать о том, как воспринимается это изображение в целом. Что самое светлое пятно здесь — это лик Христа, и поэтому оно так сразу притягивает свое внимание. И поэтому мы не смотрим ни на какие другие детали. Вся одежда уведена в тень, хотя, конечно, я не видела эту икону вживую. Я видела много фотографий, и совершенно очевидно, что этот образ построен на таком очень большом контрасте очень темной фигуры, очень темных волос и светящегося лика. И мы даже можем видеть, что художник и не делает, не пишет руки такими же светлыми, как лик, хотя, казалось бы, кожа лица, кожа рук должна по цвету, по тону соответствовать. Но нет. Здесь все выстроено таким образом, что в первую очередь мы смотрим на лик Христа. А здесь, на иконе справа, мы смотрим на все, что угодно. Мы восхищаемся, мы, наверное, кто-то может восхищаться всеми этими прекрасными деталями, тем, как прекрасно сделан город Туники у Христа. Но, к сожалению, образа здесь не получилось. И это абсолютно очевидно. Или, например, вот такая вот копия. Такое тоже происходит очень часто, когда мастер, копируя, хочет улучшить изображение. Ему кажется, что, наверное, икона потемнела. И он знает, что есть символика одежды Христа, и должна быть красная туника, должен быть темный синий плащ. И посмотрите, что Христос изображен в золотом лимпе на фоне прекрасного голубого фона. И здесь, если мы представим, что нету этой древней иконы, слева, и мы будем смотреть только на эту реплику, этой работе, то художник нам может рассказать о символизме цветов в этой работе и о всех глубоких смыслах, которые она содержит. Что на самом деле достаточно часто и происходит. Но с художественной точки зрения это просто чудовищный провал. И здесь это очевидно, что этот художник, что этот человек, который писал эту реплику, не то что не приблизился к оригиналу, но он и не пытался этого сделать. И я думаю, что в этом состоит большая проблема. И, наверное, он даже не знал, что можно пытаться это сделать. Такой вариант. Мы видим пример того, что человек, который пишет копию, фактически не знает, как смотреть на образ, что несет в себе образ и какими средствами художник строит этот образ. И именно в этом я вижу очень большую проблему, что люди рисуют, но они не понимают, что они рисуют. Они понимают это на словесном уровне. Они могут словами очень много объяснить и рассказать про икону. Но они не владеют изобразительным, иконописным языком и в целом вообще художественным языком они не владеют. Несмотря на то, что как будто бы формально это изображение, оно нарисовано. Ну и есть еще последнее изображение. Ну, здесь можно сказать, что человек себя чувствует более свободно. Это более свободная интерпретация на тему Синайской иконы. Скорее всего, да, была сделана в Грузии, потому что мы видим, или может быть даже в Армении, не знаю. Опять же, возвращаясь к изобразительному, к художественному языку, к средствам художественной выразительности, Конечно, человек может сделать другое решение, но должно быть какое-то решение, потому что эта работа выглядит исполненной, нарисованной, в ней красиво нарисованные складочки. Может быть, кому-то понравится такой красивый голубой цвет. Может быть, на фотографии он выглядит чересчур ярко, сложно сказать. Но из всех этих красиво выполненных деталей не складывается образ, подобный тому, который мы видим с вами слева. И даже нет ни малейшего приближения к образу этого синайского спасителя. И последняя самая есть картинка. Такого рода изобразительный ряд можно выстраивать в прямом смысле до бесконечности, сопоставлять работу современных художников и древних художников. И, наверное, можно говорить о том, что современные художники думают в первую очередь об исполнительстве, потому что золото должно быть гладкое, качественное, всё должно быть сделано аккуратно, всё должно быть сделано очень чётко. Но это исполнительство, эта чёткость не несёт за собой никакого сообщения тому человеку, который смотрит на эту икону. Потому что, глядя на икону справа, я вижу только мастеровитость человека, который исполнил эту икону. Больше я не вижу абсолютно ничего. И если мы будем говорить о мозаике, которая находится слева, напротив, её можно долго разглядывать. Мы здесь не видим того, что художник выпячивает как-то своё мастерство, но в то же время это невероятное мастерство художника, который смог создать такой проникновенный образ. И также я хотела бы показать небольшую презентацию просто с подборкой оплечных икон Христа, которая очень ясно показывает вообще сам принцип того, как функционирует иконография и то, с чем работает иконописец. Посмотрите, это очень разные лики Христа, но в то же время есть в них что-то одинаковое, что мы узнаём в каждой иконе Христа, но в то же время мы можем говорить о том, что каждый художник, каждая мастерская представляли образ Христа по-новому. Это было для каждого человека, для каждого иконописца, для каждой мастерской, для каждой какой-то региональной школы. Это было каждый раз новое открытие для себя образа Христа. И нам важно видеть эту разницу, и нам важно видеть личное отношение иконописцев к своей работе. Какой-то образ нам может быть более близок, какой-то, наоборот, может казаться немножко странным. Здесь очень важно увидеть, что всё это не шаблоны, как нам кажется, что вот есть прорезь, по которой мы рисуем. Каждый раз это очень продуманное решение иконописца как художника. Какой он берёт формат, какие он выбирает цвета. И также то, на что бы я хотела обратить тоже внимание, что в нашей реальности художники, как правило, выбирают для копирования условно-классические образцы и никогда не выберут для копирования то, что условно называется провинциальными школами. Хотя с художественной точки зрения эти иконы, как, например, вот эта икона и будет ещё одна, они очень хорошо и грамотно решены. Это может быть немножко наивный, но всё равно это достаточно сильные и продуманные образы. На этом я хотела бы закончить свою краткую презентацию. Хорошо. А можно спросить Сергея? Просто вот сейчас получилось, что вы говорили, то есть и Ольга, и Ирина Константиновна, вы говорили о картине такой достаточно общей, а Сергей как раз в основном говорил о работах своих и работах Ирины Зарон, пытаясь не оценивать какие-то другие работы других художников. Но, тем не менее, такая необходимость, она всё равно существует. Вот вы приходите в какой-нибудь музей икон, например, на Гончарной, или приезжаете в какой-нибудь провинциально-русский город, и вы смотрите иконы, допустим, в этом музее. Вы для себя каким-то образом формируете эту шкалу относительно правильности или неправильности, или у вас шкала, в принципе, другая, тогда какая она? Вы понимаете, да, я могу прийти там в какой-то храм, в какой-то музей и увидеть там много интересного. И, конечно, я так понимаю, что вопрос о критериях. Нет, ну, конечно, правильно-неправильно, я думаю, такой шкалы вообще нету. Ну, мы её придумали для нашей сегодняшней встречи, как бы, ну, чтобы было о чём поговорить. На самом деле, когда вы приходите в музей, там таких нету. Задача определять там правильно-неправильно. Ну, для меня всегда шкала какая-то другая. насколько это сделано художественно, не художественно, талантливо, не талантливо. То есть, какие-то... То есть, как это сделано прежде всего? Вообще, вот, то, о чём мы сейчас говорим, да, это вот там, какая может быть икона, какая-нибудь... Ну, это, в принципе, проблема языка. То есть, каким языком надо вот сейчас говорить с нашими современниками, да, так сказать, когда делаются какие-то храмы и всё. Вот. Потому что, когда мы видим какие-то произведения там прошлого, то мы их оцениваем уже как что-то состоявшееся. То есть, ну, это часть нашей истории. Ну, как её там можно оценивать, не оценивать? Какая там, может быть, шкала? Это, может быть, там, колористически красиво или как-то ещё. Вот. Дело не в этом. Я бы, может, хотел ещё два слова сказать немножко о другом. Вот. То, о чём Ирина Константиновна говорила, когда показывала закрашенные росписи отца Алексея Трунина, Там присутствует архитектура. Архитектура достаточно хорошая, на мой взгляд. Я знаю, кто это делал, мы все знаем. Я думаю, что вот мы просто можем подойти к какой-то проблеме, вот этой проблеме языка. Но всё начинается с архитектуры. Всё-таки архитектура, как нас учили ещё там в институте, это стилеобразующее искусство. Всё начинается с неё. Вот. И если продолжать строить вот эти огромные пятиглавые храмы, значит, там со всеми там барабанами, куполами, и всё это надо потом расписывать, то мне представляется, что это абсолютно тупиковый путь. Потому что все вот эти росписи, которые сейчас делаются, они делаются, ну, в принципе, там в любой епархии строится кафедральный собор, который там расписывается, и всё это делается, и, как я уже говорил, на хорошем профессиональном уровне, Но беда в том, что это всё не работает, как мне кажется. Оно всё совершенно не нужно. И можно было бы оставить всё это нерасписанным, вообще не строить пятиглавый собор, вообще сделать что-то гораздо более скромное, маленькое. Потому что сейчас это всё не нужно. Потому что если мы приходим там в церковь в Никитниках, там действительно на стенах мы видим все эти самые подробные там рассказы, все эти евангельские притчи, ну такая Библия для неграмотных. Сейчас никакой необходимости нету всё это включать на стены. Понимаете? А тем не менее всё это делается. Там пантократор в куполе, значит, на парусах евангелисты, потом бесконечное количество каких-то там мучеников, то и всё. Вот. И, в общем, вот они, я просто в разных храмах бывало. Вот что они есть на стенах, что их нету. В общем, на них никто не обращает внимания, они никому, собственно, не нужны. Вот. Ну, я такой, так сказать, как меня многие зовут, мои коллеги, такой скульптор-минималист, я бы хотел, вот, чтобы был построен такой храм, где просто вот стоит, ну там, конечно, должен быть престол, вот стоит крест посередине. И достаточно. Вот. А если недостаточно, ну давайте, давайте что-нибудь там потом уже добавлять. А когда делается там какие-то квадратные километры росписи, сотни икон, и всё это написано на липовых досках со шпонками, всё это заливкашено, всё это сделано. А в общем, там пятиярусный иконостас. по моему такому сегодняшнему представлению, он в храме просто не нужен. Не нужен. Потому что вот это там пятьдесят-шеесят икон в иконостасе, их невозможно объять. Ну да, они есть, вот это то, что люди называют привычными, а ещё между ними там какие-то золочёные столбики, между ними какие-то тябла, и всё это позолочено, вырезано, сделано, всё. Вот. Но это всё не работает. Всё, так сказать, то, что бьёт мимо. мимо того, что должно свершаться в храме. Должно свершаться евхаристия. Ну вот. И я как-то пытался для себя сформулировать, вот что такое канон, например. Там много об этом говорили, там иконы пишутся по канону. Я так и не услышал, что такое канон. Ну вот, я думаю, что канон это литургический критерий качества изображения. То есть, если вот с этим изображением может свершаться евхаристия, ну, значит, это каноническое изображение. А если это никак нельзя, ну, значит, не каноническое. Ну вот, собственно, всё, что я могу сказать. Это вот моё нынешнее состояние, с которым я живу, и вот хочу с ним поделиться с вами тоже. Спасибо. Спасибо, Сергей. А Олю, может быть, я тоже спросил бы как раз. Мы говорим о том, что иконописцы, которые пишут такие стилизованные иконы, у них все силы уходят на стилизацию. А что мы можем сказать о таких вот храмах, где росписи сделаны художниками, которых обучали в Академии художеств в 19 веке, например. Не знаю, на мой вкус росписи 19 века прекрасны, прежде всего потому, что их делали художники. Если роспись делает художник, который думает о художественных качествах изображения, значит, что-то может состояться. Но если роспись делает человек, который не знает о этих художественных качествах изображения, то как бы и получается соответствующая история. Потому что всё-таки человек, занимающийся изобразительным искусством, я не знаю, будь то книжная графика, будь то там станковая живопись, будь то иконопись, это в любом случае человек, который имеет дело с изобразительным языком. И мне кажется, что именно критерием, ну как бы для иконописца это большой спектр критериев, но мы не можем исключать из этого большого списка художественные качества изображения. Как бы для меня они стоят на одном из первых мест, потому что это тот язык, на котором художник разговаривает с человеком, который стоит перед этой иконой. Художник может задумать, как этот образ будет взаимодействовать с этим человеком. Ну как бы художник своего рода тоже какой-то проводник, он должен что-то заложить в это изображение и от себя в том числе. Но не просто так что-то, то есть все равно это должна быть какая-то система, которой человек владеет. Ну хорошо, вот сегодня тоже выпускаются художники-фрескописцы, иконописцы, например, на факультете церковно-исторической живописи в Академии художников в Петербурге. И есть много храмов, которые построены в XIX веке, поэтому они как будто предполагают соответствующую живопись. Меня это как раз часто спрашивают настоятели храмов, потому что не так, чтобы часто, но время от времени. В каком стиле там расписать, кого советуете и так далее, и так далее. Мне кажется, что одно дело, когда расписывали в XIX веке, ну, действительно, для XIX века это был стиль подходящий, ну, и как бы это был тот язык, на котором говорило искусство этого времени. Вот. Хотя мне кажется, что всё-таки академическая живопись, она немножко просто не приспособлена для выражения всё-таки вот тех смыслов, которые вкладывают даже те же древние мастера и современные мастера. Не то, что я не сторонник там академической живописи, ну, да, не очень большой сторонник. И в XIX веке писали по-разному. Он сказал, что в XIX веке все писали художники. Там тоже писали очень часто и художники, а богомансы, всякое бывало. Но я хочу сказать, что сегодня, мне кажется, это тоже один из тупиковых вариантов, потому что опять мы возвращаемся назад. Да, конечно, если мы восстанавливаем живопись, или мы знаем, что в этом храме храм старый XIX века, и там была такая живопись, может быть, и стоит написать в таком академическом стиле. Но, с другой стороны, я знаю такие случаи, когда такие храмы расписываются, скажем, в византийском стиле, и это неплохо, потому что, что такое академизм, академическая живопись? Это два или три раза испорченная античность, то есть, она восстановлена в Возрождении, потом в Барокко, потом в классицизме и так далее, и так далее. То есть, ее несколько раз, так сказать, переломали. А византийская живопись, она чистая классика, она берет, она же вырастает непосредственно из Византии. И оказывается, что вот как раз византийский стиль, он даже более подходит к, скажем, храмам, построенным в классицизме или вампире и так далее. Ну, это мое личное мнение, я видела такие примеры. Но я вернусь еще на шаг назад, когда Сергей сказал, что не обязательно расписывать храм. Я думаю, что сегодня точно не обязательно расписывать, по крайней мере, каждый храм. Это вина здесь, я даже свою вину в этом чувствую, вина искусствоведов. Вот когда это все восстанавливалось и много писалось о Древней Руси, то писали, что храм это обязательно вот такая форма, крестово-купольный храм, обязательно. И что обязательно там должен быть иконостас, высокий русский иконостас, обязательно. Мы забываем, что он вообще-то существовал очень непродолжительное время, с конца 14-го, начало 15-го века и до синодального времени, а в синодальное время уже там и вообще разные иконостасы были. А в начале 20-го века вообще снова перешли на алтарную низкую преграду. И поэтому вот это вот люди затвердили, что нужно так, что это и есть канон. Хотя никаких канонов не существует. Если по отношению к иконописи еще можно говорить о каком-то канон, и то канон, как правило, в соответствии с догматами и с вероучением и так далее. Опять, это относится не столько к форме, сколько к содержанию. А здесь получается вот так. И люди, вот любой настоятель считают, раз так канонично, значит правильно. Вот надо сделать высокий иконостас, надо, да, но прежде сначала построить храм, чтобы там о пяти куполах, да, это только Никон считал, что о пяти главе освященное, да, и он даже запрещал шатры, как известно, строить, а вот только пяти главы и храмы. Вот. Но это все придумки, понимаете, это придумки. И искусствоведы внушили, что вот так нужно. А сегодня, может быть, наоборот, нужно, чтобы человек, приходя из мира, где все блестит, кричит, там, множество визуальных образов, вообще-то успокоился в храме, и у него не тешило все перед глазами, а наоборот, какой-то вот спокойный, ну, нужно два, какие-то образы, два достаточно, вот Христос и Богородица, ну, с этого, как за газом, все начиналось, вот, и крест, да, пожалуйста, вот крест, ну, вот я считаю, что если два образа, этого достаточно, потому что именно им мы, скорее всего, молимся во время литургии. Ну, если вам нравится, ну, Алтай в крайнем случае, опять же, древняя традиция, расписывали только алтарь, да, вот там, где совершаются собственные эхфористы, а здесь остальные храмы могут быть совершенно, у нас и на Руси стояли белые храмы, псковские храмы некоторые вообще никогда не расписывались, понимаете, и может быть, сегодня это гораздо более выразительно, гораздо более выразительно, и я бы сказала, даже литургично, потому что, действительно, Библия для неграмотных не нужна, нужно сосредоточиться на том, что совершается в алтаре, и наоборот, не отвлекаться, а совершать литургию вместе со священником, это так считается. Да, я могу только поддержать, потому что, когда я прихожу в любой музеифицированный храм с какими-то древними фресками, я понимаю, что это действительно то пространство, в котором ты можешь молиться, в котором ты можешь быть в присутствии Бога, потому что тебя ничего не отвлекает от молитвы, тебе ничего не мешает сосредоточиться на ней, тогда как в современном храме ты должен прилагать очень много усилий для того, чтобы как-то сконцентрироваться, потому что всё вокруг попиет, так слегка. Ну а можно я ещё раз подниму тему такой современной иконописи? Просто я понимаю, что нас смотрят очень разные зрители, и мне кажется, довольно часто возникает вот такой вопрос, что вот в Польше, например, был такой художник Ержин Новосельский, и он не только писал яркие картины, но когда его церковь приглашали расписывать, он и церковь тоже расписывал очень ярко, очень современно. И сегодня в Польше и в других странах есть художники, которые заимствуют его приёмы, говорят, что современное искусство должно быть таким авангардным. Вот какая здесь мера, как её найти? Должно ли оно быть современным? Наверное, должно, но в какой мере? Я думаю, что сейчас мы вообще и то, как мы назвали нашу встречу, икона правильная или неправильная, мы как будто должны определить дать конечный какой-то ответ и сказать, что вот только так и никак иначе. Но на самом деле мне кажется, что это самая правильная ситуация происходит, но как это ни странно звучит, сейчас, потому что хорошо, что художники разные, есть крыло таких художников более традиционных, есть художники, которые ищут какие-то новые решения, все немножко работают в разных направлениях, и я думаю, что здесь очень непродуктивно входить в какие-то конфликты, то есть они могут даже как-то внутренне ощущаться, но для меня это всегда критерий условно художественности и антихудожественности, для меня это всегда критерий связанный именно с изобразительностью иконы, и мне кажется, что в целом мы как христиане не должны приходить со своими требованиями к художнику, что художник должен соответствовать каким-то нашим критериям, которые есть у нас в голове. Наверное, мы должны понимать, что если человек профессионально занимается скульптурой, монументальным искусством, иконой, что, наверное, его знания в этой сфере намного глубже, чем наши знания как просто прихожанин христианина, который входит в какое-то пространство, очень важно, я думаю, думать о том визуальном, наверное, диалоге, который ты можешь выстраивать, потому что в отношении всего незнакомого, непривычного очень, это всё сразу воспринимается очень агрессивно почему-то, почему-то именно это вызывает такую очень яркую агрессивную реакцию, почему-то люди не готовы но просто побыть в присутствии этого произведения, которое может быть им непонятно, но они даже не готовы потратить какое-то своё время для того, чтобы побыть просто в его присутствии. Мне кажется, что вот это очень важный момент. Я тоже хочу немножко порассуждать на эту тему, потому что я согласна, конечно, с Ольгой, что надо доверять художнику, это правда, потому что художник этим занимается много лет, и он жизнь посвятил и так далее, но специфика церковного искусства в том, что оно делается не для самого себя и не для выставки, а для храма, в который ходят очень разные люди. И тут должно, конечно, состояться то, что красивым словом таким называется соборность, но на самом деле просто понимание художником прихода и его особенностей и по ним общины, особенно если это не просто приход-уход, а вот какая-то община, в которой свой характер есть своя, литургическая жизнь, духовность какая-то особенная. И наоборот, приход должен доверять художнику, здесь должен сложиться такой консенсус. Но практика от этого очень далека, как правило, всё решает настоятель и спонсор, вообще человек, который может к этому храму вообще не иметь никакого отношения, но он даёт деньги, а значит он заказывает музыку. И это самый плохой вариант, то есть современная практика далека от идеала. идеал вот такой, что действительно нужно, чтобы художник и там скажем приход или хотя бы какое-то делегированное общество этого прихода, там приходской совет, сели и поговорили, как они хотят видеть свой собственный храм, что может предложить художник, что может предложить приход, или не предложить, а там попросить. это очень важный момент, если бы так складывалось, то может быть и результаты были бы другие, потому что иногда действительно художник предлагает что-то неожиданное, и ход тогда говорит, ну хорошо, мы над этим подумаем, мы с этой мыслью поживём, давайте попробуем и так далее, или наоборот, нет, вот всё-таки это не совсем соответствует нашим пониманиям, а вот мы хотели бы то-то и то-то, то-то и то-то, тогда художник говорит, хорошо, я подумаю, что я могу в этом ключе вам предложить, но такого не складывается, понимаете, у нас, опять, это всё упирается в то, что у нас сама церковная жизнь ненормальна, понимаете, и она рождает ненормальное искусство, вот что. Да, но всё-таки вопрос Филиппа был проезжен Новосельского, известно, что всё-таки это были, он сделал росписи ряда храмов, и это были, это был церковный заказ, да, и сейчас уже, а сколько уже нету Ежи Новосельского, лет 10, наверное? Больше, он, по-моему, на рубеже 90, значит, около 20 лет, да, но сейчас известно, что его работы убирают потихоньку, не знаю, закрашивают, но потихоньку убирают, то есть до сих пор это каким-то образом, не знаю, я не знаю, как, даже как это обозначить, смущает каким-то образом, или ещё что-то, то есть это тоже-то ситуация, да, но приходят новые люди, и у них большие, как бы, претензии к этому художнику. Сергей, скажите, а когда вы делали, ну, вот, свои заказы, как вы взаимодействовали? Можно я просто чуть-чуть ответить, ну, сейчас вот, потом, простите, что всё время вылезаю, просто, дело в том, что, когда Ежа Новосельский предлагал это всё, да, там церковь имела один характер, вот, сейчас церковь имеет другой характер, тогда Польша была очень современная и очень передовая, поэтому они могли понять язык Новосельского. Сейчас Польша очень консервативна и даже новое поколение, которое с тех пор пришло, да, после Новосельского, они держатся за старые формы, им кажется уже Новосельский слишком революционный. Это опять же всё упирается в характер церкви, чем она живёт сегодня, понимаете, у нас вообще бы ни тогда, ни сегодня Новосельский не прошёл бы. Даже когда я просто иконопистам показываю вот эти вот польско-украинские пленеры, да, и все тоже говорят, а разве так можно? Видите, у нас ещё вот это вот сидит, можно нельзя. Ну вот простите, это моя такая добавка, потому что опять же всё упирается в характер самой церкви и церковного общества. Так, а у Оли, какой был вопрос к Сергею? А, как Сергей взаимодействовал с заказчиками? Хотела спросить, да, если, ну вот, как бы пошло такое рассуждение, просто интересно, как у вас, как бы, складывались ли какие-то отношения, да, и как это происходило? Именно с приходом рассказывали ли вы что-то, да, о том, как у вас идёт работа, что вы планируете сделать, там, не знаю. Я должен вот что сказать, что мы с Ириной сделали несколько храмов в Москве, и там, конечно, в основном там иконопись. Если говорить о моих отношениях с заказчиками, то проще сказать так, в основном никаких отношений не было, по той простой причине, что не было заказчиков, потому что вот эти все свои распятия я делал лично для себя, хотя они там четырёхметровые, они там полтонны могут весить, вот. Я прекрасно понимал, что никакого заказчика нету, и скорее всего не будет. Я от очень многих людей, в частности там от настоятеля Андреевского монастыря, когда он ещё не был монастырём отца Бориса Данииленко, когда он там видел те распятия, которые я привёз с его благословения просто в мастерскую, потому что мне их негде было хранить. Отец Борис говорил, Сергей, то есть для этого распятия надо построить храм. Ну, прошло 25 лет, никто никого храма не построил. Понимаете? То есть отношения с заказчиками, они такие, то есть я очень многие работы, причём самые такие свои, ну, так уж я не побоюсь этого слова, значимые, я делал без всякого заказчика. Этих заказчиков до сих пор нет и, скорее всего, и не будет, потому что это всё разговоры, надо построить храм, надо то, надо сё, потому что то, что мы делали в храме святителя Николая в Галутвине, то, что впоследствии делали уже в Иконостасе в Андреевском монастыре, то, что делали там ещё в каких-то храмах, вот, это всё было достаточно понятно, и, так сказать, никаких разговоров с приходом там не существовало, ну, были, кстати, очень приличные и с большим уважением к нам относящиеся настоятели, которые, ну, верили, что, да, вот мы что-то там можем сделать, вообще-то мы с Ириной по образованию монументалисты, мы кончили строгановку, монументальный факультет монументального искусства, до того, как мы вообще пришли в церковь, уже всё-таки были достаточно состоявшимися художниками с большим опытом работы. Очень интересно складывались отношения с отцом Александром Абрамовым, потому что, я, по-моему, об этом много раз рассказывал, я был уверен, что он откажется от этого проекта, был уверен, абсолютно. Ира мне говорила, вообще не показывай ты его. Зачем ставить человека в неловкое положение, что он его тирану не примет, а только ты его поставишь в глупое положение. Ну, вот, в 21 веке бывают чудеса православные, коностас состоялся. Ну, потом, вот, у нас сложились очень какие-то, как мне кажется, хорошие отношения с отцом Андреем Щедниковым, и то, что я ему предложил сделать во дворе Антипа, оно все существует. И он это все принял со словами, когда я ему присылал проект, он говорил, Сережа, что вы со мной делаете? А что я делал? Я присылал, что мог, но он, можно сказать, так, страдал, скрипел, но принимал все это. И потом выяснялось, что люди приходят, и мне очень многие говорили, вообще там столько народу приходит, смотрит, там фотографируется, спрашивает, то и все. Ну, вот так складываются отношения по-разному, но я еще раз хочу сказать, что большинство моих работ нигде не установлены, и, в общем, я не знаю, где их хранить, понимаете? Потому что это четырех метровые распятия, которые, если я сейчас перевезу в ту мастерскую, где я работаю, то там будет не то, что невозможно работать, там даже жить будет невозможно, просто пройти будет нельзя. А вот, одевать я все это некуда, и, в общем, вот так складываются отношения с потенциальными заказчиками. Их нет. Заказчиков, я имею в виду. Вот. И, соответственно, отношения с ними тоже. А очень многие люди говорят, что да, это все замечательно, все хорошо, там, все вот. Ну, для меня было интересно это сделать. Я еще раз говорю, что делать надо то, что интересно. Сколько бы это не заняло сил, сколько бы это не заняло, там, времени, того сего. Ну, я понимал, что я не вечен, вот, какие-то силы у меня были, я что-то делал, вот. может быть, кому-нибудь когда-нибудь понадобится. Не знаю. Так, хорошо. Ну, вот у меня есть еще один вопрос. Я как-то сейчас по логике вещей даже не очень понимаю, кому его обратить. Вот. Он такой странный немножко. Он возник в процессе разговора. Значит, вопрос такой, как изобразительность может быть связана с духовностью? Если мы предполагаем, что икона приносится в церковь для того, чтобы помочь человеку как-то приблизиться к Богу, как-то быть, ну, в каком-то диалоге с Богом, да, что икона – это некое окно в мир невидимый, то, вот, если мы говорим о художественной, да, мы постоянно говорим о художественной стороне иконы, как эта художественная сторона может помочь человеку приблизиться к Богу, может быть, это, наоборот, будет отвлекать. Те молитвы, которыми мы молимся, там, на литургии, они же тоже были кем-то написаны, и это прекрасная церковная поэзия. Если мы будем их рассматривать, эти молитвы, не литургия, это просто совершенная художественная форма, да, то, как человек выразил свою мысль, то, как это написано с точки зрения языка, и это важно. Ну, вот я тоже могу сказать, что тут важно, что у разных людей разный духовный опыт, поэтому и храмы должны быть разные, и иконы должны быть разные. Я всегда на своих лекциях привожу один пример из дневников отца Сергия Булгакова, который, когда только обратился в христианство, да, вот, вообще он был такой достаточно эмоциональный человек, он, значит, попал в Европу, в Дрезден, в галерею, и молился перед из секстинской Мадонны, и считал, что это вообще высота, вообще искусство и молитвы, и так далее, и так далее, то есть там у него произошло прям озарение, встреча, вот, встреча, а потом, когда он уже стал священником, когда он уже жил в эмиграции, тоже ему случилось попасть в Германию, и он описывает, как он бежал через все залы, добежал до секстинской Мадонны, постоял и сказал, не она, то есть у него был другой опыт, уже другой опыт, тем более, что в это время он очень тесно общается с Иоанной Рейтлингером и обсуждает с ней иконы, и так далее, и, кстати, где Рафаэль, и где Рейтлингер, да, совершенно другой художественный опыт, другой молитвенный опыт, и так далее, то есть, вот даже на примере одного человека можно понять, что меняется со временем духовный опыт, вот, когда он только входил, неофитом был, ему, так сказать, духовность, так сказать, духовности Рафаэля было достаточно, да, а потом оказалось, что нет, вот что-то другое ему нужно, и вот он очень любил иконы своей духовной дочери, сестры Яны Рейтлингер, вот, поэтому для каждого человек разный, поэтому и не должно быть вот этого правильного для всех, правильный может относиться, повторяю, с моей точки зрения, только к содержанию, ну, если это не нарушает, так сказать, потому что сейчас масса просто фантазийных икон, я уже не стала возгрузить всякими иконами, которые просто, вот, хочется сказать, это невозможно, да, такое невозможно, не потому что это не художество, а потому что это просто непонимание, что человек пишет, вот, ну, я думаю, достаточно того ряда было, которое я показала, для кого-то, да, Ежи Новосельский будет откровением и окном в другой мир, для кого-то отец Зенон, для кого-то образы Ирины Зарон, для кого-то, я не знаю, там, еще что-то, да, вот, ну, пожалуйста, люди очень разные, и икона должна быть разной, и сегодня тем более, если когда-то вообще хотя бы был стиль общий, да, там, новгородская школа, хотя внутри этой школы такие разные вещи есть, да, там, московская школа, они друг от друга отличались, да, то есть никогда не было вот этого усредненного, вот то, что к чему сегодня иконописцы сейчас стремятся или заказчики стремятся, вот, что-то сделать среднее арифметическое, вот такое правильное, которое бы удовлетворило всех, такого невозможно, и никогда такого не было. Спасибо, спасибо, Ирина Константиновна, ну, я думаю, что мы можем прямо взять и завершить на такой ноте, или кто-то еще что-то хотел бы сказать. Мне кажется, Ирина Константиновна как-то подвела очень такой мощный итог, что, в общем, наверное, дальше просто, дальше должна быть следующая серия. Вот. Спасибо, спасибо, Ирина Константиновна, спасибо, Ольга, спасибо, Сергей. Ну что же, тогда будем говорить про следующую встречу. Спасибо всем. Слава Богу, что мы можем общаться вот так вот, и что все это получается, пусть даже там не без каких-то помех, но, в общем, короче говоря, всем спасибо и слава Богу. и слава Богу, и слава Богу. Спасибо. Слава Богу,